Дотянулись до шахмат. Его величество номер два бьет голубого Мэрина и ставит мат. Статья на Конте за 1 июля 2020 года. Гамбит Вепря. Два человека склонились над шахматной доской. Поединок. Столкновение способностей, навыков, воли. Старинный, но никогда не стареющий вопрос. Кто кого? Не посвященным в таймный шахмат кажется, что шахматная партия – это два часа непрерывной скуки. Другие спортсмены шутят над шахматистами. Самый травмоопасный вид спорта – это шахматы. Играя, можно уснуть и выколоть слоном глаз. Но так кажется лишь со стороны. Так что же такое шахматы? Спорт, наука или искусство? До сих пор у человечества нет однозначного ответа на этот вопрос. В книге игр короля Альфонса Мудрого, написанной в 1283 году в Севилье, говорится. Так как шахматы являются наиболее благородной, требующей наибольшего мастерства игрой по сравнению с другими играми, мы о шахматах расскажем прежде всего. Международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР-12, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов убежден, что шахматы – это уникальный вид спорта, который развивает интеллект и учит самостоятельно принимать решения. Шахматная теория – это целая наука, которая, как набор исследований, посвященных различным аспектам шахматной игры, активно развивается, начиная с 15 века. Шахматы – это интеллектуальная игра, вызывающая значительный интерес с эстетической точки зрения. Как любая творческая деятельность, шахматы сочетают в себе три компонента – идею, реализацию идеи и зрителя. Способность шахматиста создавать красивые интеллектуальные объекты позволяет определять шахматы как искусство. И вот над нашей любимой игрой нависла серьезная угроза. На волне борьбы с расизмом сиднейский филиал австралийской радиовешательной корпорации ABC назвал шахматы «расистским видом спорта», так как по правилам белые фигуры всегда ходят первыми и имеют преимущество над черными, а это является аллегорией расового насилия. И значит, что первыми теперь должны ходить черные. Это приведет к тому, что в дебютах изменится не только цвет фигур, но и вся шахматная теория должна быть трансформирована в зеркальном отображении. А это примерно то же самое, что правшу переучить в левшу. Астралийский шахматист Джон Адамс возмутился и прокомментировал эту ситуацию. Мне только что позвонил продюсер ABC Sydney с просьбой прокомментировать правила игры в шахматы. Они считают игру расистской, поскольку белые всегда ходят первыми и ждут комментариев от шахматистов. В целом шахматное сообщество выступило резко против нововведения, привело массу контраргументов и казалось, что натиск отбит. Но через некоторое время последовала новая атака с другого фланга. Борцам за равноправие не понравилось, что в шахматах есть король и ферзь. Здесь нужно сделать небольшое отступление. В традиции русских шахмат эти две главные фигуры принято называть королем и ферзем. Название ферзь происходит от персидского слова ферзин и означает визирь-советник. То есть управление войсками ведут два соратника мужского пола. В английской шахматной традиции ферзь это квин. То есть войсками командует королевская семья, король и королева. А это в свете последних событий очень неполиткорректно. И поэтому последовало предложение переименовать их в Его Величество номер один и в Его Величество номер два. Дальше больше. Горячие уши около шахматной головы возмутились тем, что турниры проводятся отдельно между мужчинами и женщинами. А так быть не должно. Может быть единый турнир, в котором должны состязаться лица всех 36 полов и гендерных идентичностей. В общем дело идет к тому, что нам придется спасать не только наши традиционные семьи, но и любимую миллионами людей игру. В случае реализации негативного сценария в шахматном мире вполне может случиться раскол на традиционные шахматы и политкорректные шахматы. Репортаж турнира по политкорректным шахматам из ближайшего будущего будет примерно таким. Английский гроссмейстер проводит розовую пешку в Ваше Величество номер два. Следующим ходом на А5 бьет голубого Мэрина и ставит его голубому величеству номер один мат. Шведская гроссмейстер сдалось. Будем надеяться, что здравый смысл восторжествует. В общем наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Играйте в шахматы, друзья, и не поддавайтесь на провокации. Гамбит Вепер специально для проекта Ньюспрайс. Дается ссылочка на источник. Уважаемые читатели, если вам понравилась статья, не забудьте оценить ее и подписаться на блог автора статьи. Ссылочка, как всегда, в инфобоксе под видео. И от меня замечание. На мой ютуб канал не подписывайтесь ни в коем случае. Впереди много увлекательных историй. Не пропустите. Дотянулись до шахмат. Его величество номер два бьет голубого Мэрина и ставит мат.